Красивейшая сиреневая аллея в Мормонске превратилась в большую уборную для домашних любимцев и мусорку для их хозяев. Такую дручающую картину жители Первомайского округа, как, впрочем, и других районов города, наблюдают каждый год. За чистоту столицы Заполярья борются активисты. Однако спасти дворы, скверы, парки и детские площадки от наплыва недобросовестных хозяев собак удается с трудом. Марина Шумилова подробнее. Весна встречает северян не только первыми лучами теплого солнца, но и неприятными подснежниками, залежавшимися собачьими экскрементами. Такие подарки оставляют недобросовестные хозяева, которые считают, что убирать за своим питомцем дело вовсе не царское. Достаточно большое количество людей, которые считают, что это не проблема. Что смоют дождями, прикроют снегом, но, как мне кажется, это ложь самому себе. Потому что ты знаешь, что у тебя собака оставила следы, и ты потом здесь это же место уже обходишь, и всем приходится обходить. Жительница Мурманская, журналист и блогер Анастасия Лайтер бьет тревогу. На ее любимую с детства сиреневую аллею, деревья, на которые заботливо выращивали местные жители, без слез не взглянешь. Кругом валяется мусор и окурки, под ногами собачьи мины. К каждому собачнику не приставишь полицейского, как говорится. Попытки отправлять в полицию фотографии, фотофакты тоже не особо к чему-то приводят. По крайней мере, в моих историях то, что я знаю, к сожалению, не особо реагирует. Действительно, отследить и оштрафовать всех недобросовестных хозяев собак – задача из ряда фантастики. Именно поэтому многие из них даже не скрывают своих намерений, а на замечания прохожих нередко отвечают грубостью и хамством. Между тем, количество экскрементов растет с каждым днем. Масштаб экологической катастрофы огромен. Мы еще даже подсчитали, такой достаточно курьезный, можно сказать, подсчет был. Если посчитать средним по дворам, некое количество собак на подъезд и некое количество экскрементов, которые они производят, то за год получается два футбольных поля ровным слоем, вот по этому району. Многие уверены, что собачьи экскременты – это естественное удобрение. Поэтому нет ничего страшного в том, что питомец гадит во дворах, парках и скверах. Но это заблуждение. Это не удобрение. Удобрение производится совершенно другими животными или производится химическим путем. А кроме всего прочего, удобрения, оставленные на асфальте, они не могут удобрить ничего, кроме ненависти по отношению к владельцам животных, которые оставили эти удобрения. Исследования доказали, что испарения от собачьих экскрементов вредны для здоровья людей. Они вызывают аллергические реакции и особенно опасны для маленьких детей. При такой концентрации, когда просто слоем весной это все, это же все выделяется, так сказать, в атмосферу. И жители первых этажей, им, конечно, не очень. Вот эти все испарения, когда солнышко, естественно, пригревает, вот, это тоже, ну, не экологично и не очень полезно. Проблема глобальная, однако решение лежит на поверхности. Казалось бы, несколько простых действий, и твой город чист. К элементарным правилам приличия и культуры Оксана приучает своих детей с малых лет. Я сама просто знаю, что надо убирать за какашками собакам. А почему надо? Ну, просто это плохо оставать какашки. Простые истины знакомы маленьким детям. Остается ждать действий от взрослых собачников Мурманска. Редактор субтитров А.Семкин